В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Я Кайжан Смоголов. Здравствуйте. Перезагрузить взаимоотношения государства и бизнеса в Казахстане призывал накануне президент Касымжумар Токаев в ходе встречи с отечественными предпринимателями. Глава государства сформулировал несколько тезисов, которые по сути стали продолжением задач и поручений, прозвучавших в послании народу. Для начала предлагаю вкратце вспомнить содержание вчерашней встречи. С первых минут президент дал понять, что разговор с представителями казахстанского бизнеса предстоит серьезный. Встреча проходит в момент, когда страна переходит на новые рельсы экономического развития и бизнесу тут отведена особенная роль, подчеркнул глава государства. Еще одна ключевая мысль, которую вновь возначил президент – доверие. Бизнес и государство должны воспринимать друг друга как важные партнеры. Причем первый шаг, по словам Токаева, должно сделать именно государство. Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особенно. Именно помогать предпринимателям. Препятствием для бизнеса остается сложность и нестабильность налогового законодательства. По сведениям экспертов, 4 миллиона человек в стране не платят налоги со своих доходов. А почти 80% всех налогов приходится на 260 компаний. Президент считает необходимо упростить налоговые процедуры. Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них. И рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. Работу по изменению налогового законодательства затягивать ни в коем случае нельзя. Далеко не все в порядке. И это, мягко говоря, в субсидировании бизнеса. Порой господдержка превращается из стимула в самоцель создания компании, говорит президент. Касым Жамартукаев привел достаточно веские цифры. Только с 2015 по 2021 годы компании получили в полтора раза больше денег от государства, чем вернули в госказну в виде налогов. В этой связи президент поручил правительству пересмотреть нынешнее положение дел. Но, говорит президент, есть и такие компании, что сами, без какой-либо поддержки государства, развиваются и добиваются успеха на зарубежных рынках. При этом, насколько мне известно, многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов. Здесь нужен отдельный подход. Если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем. В заключении встречи глава государства высказался о работе Национальной палаты предпринимателей. Касым Жумартукаев подчеркнул, Атамикен нуждается в трансформации и повышении качества корпоративного управления. Ключевая цель – палата должна обеспечить эффективный диалог между бизнесом и государством. Ануар Абдрахманов при поддержке телерадиокомплекса президента «Хабар-24». Итак, какой должна быть господдержка бизнеса и чего государство в ответ ждет от предпринимателей? Давайте обсудим. Для этого на прямой связи с нашей студией сейчас находятся мои гости. Позвольте их представить. Итак, председатель Ассоциации упаковщиков Казахстана Батарбек Аубакиров, известный экономист Ануар Нуртазин, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Шакарым Бухтугутов, налоговый консультант Айжан Балакешева, а также экономист Нургали Нурмахамбетов. С удовольствием вас всех приветствую, уважаемые гости. И, господин Аубакиров, давайте начнем с вас, поскольку, насколько я знаю, вы были непосредственным участником этой вчерашней встречи с главой государства. Наш корреспондент в материале обратил внимание на вот эти несколько тезисов, но сразу открою, так сказать, небольшой технический нюанс. Все в материал, в сюжет поместить невозможно. А, насколько я понял, встреча была, скажем так, достаточно продолжительная. Конкретно вы на что обратили внимание, что, на ваш взгляд, было важным, и, скажем так, услышали ли вы ответы на свои вопросы? Господин Аубакирович, приглашение. Нужно встречать прямой. Меня слышно? Да, да, вот сейчас слышно. Немножко подвисает сигнал. Встреча была очень открытой, прямой, честной. Я считаю, что встреча прошла очень благословно. Были заданы серьезные вопросы, серьезные тренды. Вот, и что я для себя услышал? Первое, что президент настроен очень решительно и принципиально. Меня слышно? Да, 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 слушаю внимательно. Принципиально. Окей, ага. Да, принципиально и решительно настроен. Был такой посыл о том, что будет сформирован новый общественный договор. То есть взаимодействие бизнеса и власти. Первое. Второе. Был основной упор сделан также на крупный бизнес. Чтобы они не просто работали ради работы, чтобы они инициировали новые проекты. Радевали инвестиции, то есть инвестировали в экономику. Это был такой, знаете, прямой призыв к крупному бизнесу. И мне очень понравились слова президента о том, что средний бизнес, он уже прям выделил средний бизнес. Он сказал, что необходимо развивать средний бизнес. Необходимо, чтобы бизнес, который работает, платит налоги и обеспечивает рабочие места, чтобы он был, ну, чуть ли не прикасаемый, чтобы нельзя такой бизнес трогать, который сам развивается, строит и увеличивает глубину переработки. То есть это был основной посыл и о том, что бизнес является ядром экономики. Вот цитата прям. Бизнес – это ядро экономики. Вот. В этой связи были все. Очень решительно и оптимистично. Хорошо. Вот раз речь идет о том, что необходимо пересмотреть во многом подходы к механизмам, методам и принципам государственной поддержки бизнеса, то для начала, прежде чем, так сказать, сформулировать, в чем именно, давайте попробуем оценить хотя бы вкратце, вскользь, собственно, объемы этой самой поддержки. Мои коллеги подготовили небольшой материал о цифрах в этой сфере. С 1 января 2024 года плановые проверки бизнеса смогут назначать без человеческого участия. Это станет возможным благодаря автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора. Это также позволит сократить их количество в два раза. Успешно пробирован принцип регулирования с чистого листа. Внедрен единый платеж с фонда платы труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена на 14%. Плюс мораторий на проверки. Вкупе это позволило увеличить долю МСБ в экономике, число действующих субъектов и численность работников. Положительные результаты связаны с эффективным взаимодействием власти и бизнес-сообщества. Далее хотелось бы обратиться к экономисту Ануару Нуртазину. Господин Нуртазин, я обратил внимание на то, что во встрече участвовали, наверное, можно так обобщить, представители в основном среднего бизнеса, предприятий средней крупности. Но в данном материале, который сейчас прозвучал, это те цифры, которые есть в открытом доступе, которые сразу же попадаются, если начать искать данные о объемах и способах, механизмах государственной поддержки, чаще всего упоминаются связки малой и средней. И, насколько я помню, мы даже с вами этот вопрос обсуждали, и президент на это тоже обращал внимание, что есть такая проблема, что малый бизнес очень неохотно переходит в стадию среднего. И идет на разнообразные уловки, дробиться, делать все, что угодно, лишь бы оставаться в категории малого. Почему? Добрый день. Если уж говорить так, то являясь апологетом бизнеса непосредственно, и в том числе поддерживая выражение главы государства, что необходимо давать простор именно для людей инициативных, которые могут действовать, здесь, наверное, необходимо учитывать то, что любой бизнес, он сам по себе должен себя в первую очередь страховать, то есть защищать от размноженных потенциальных рисков. Неважно, эти риски могут ли реализовываться или нет, но он постоянно думает о них. То есть это защита, это естественный механизм. То есть это из страха, извините, что перебил? Безусловно. То есть и об этом говорит глава государства, он отмечает, что 60 сейчас процентов судебных решений в пользу гражданина и бизнеса. Однако здесь, опять-таки, ввиду того, что у нас всего, скажем так, период жизни нашей, так сказать, экономической системы, около 30 лет, а новому Казахстану буквально годик всего лишь, то, соответственно, бизнес всего лишь нащупывает так называемые места возможностей для того, чтобы переходить. Разумеется, при долгосрочном тренде, если, конечно, как глава государства сказал, что налоговая система в целом будет, так сказать, стабильной, и изменения будут постепенными, скажем, то, разумеется, бизнес будет думать о так называемом создании собственного имени. То есть создание собственного имени, создание собственного бренда в постоянном увеличении, расширении, то есть для дальнейшего, так сказать, для дальнейшего стимулирования роста. К сожалению, мы перешли вот в эту систему нового Казахстана только год назад, и, соответственно, бизнес пока находит новые пути, так сказать, для того, чтобы защитить себя. И здесь, наверное, воспользовавшись данной ситуацией, вашим вопросом, наверное, призвал бы в том числе и главу государства, и главу правительства в том, чтобы в первую очередь бизнесменам, государственным чиновникам, ко всем людям, тем более с учетом того, что у нас происходит декларирование всего имущества, провести, так сказать, максимально возможную амнистию по тем делам, которые уже прошли, и по тем делам, которые сейчас идут буквально в судебных, так сказать, кабинетах, и принять так называемый общий мировой тренд, это по гуманизации, так сказать, вообще абсолютно всех наказаний, максимальной гуманизации. По возможности декриминализацию экономических нарушений. Декриминализацию экономических нарушений, безусловно, всех экономических нарушений, чтобы, наконец-то, бизнес увидел те шаги, которые государство говорит, работайте, вот ваши возможности, мы вам обеспечим, проявите свои способности для того, чтобы построить, так сказать, экономическую основу нового Казахстана. Я понимаю, да, но с другой стороны, господин Нуртазин, давайте попробуем посмотреть под другим углом еще. Не секрет, что практически во всех цивилизованных странах уклонение от уплаты налогов – это один из, ну, скажем так, наиболее тяжких, что ли, или, так сказать, наиболее опасных видов преступлений против государства, да, и мало где, так сказать, к этому относятся лояльно и так далее. По-моему, нигде вообще к этому лояльно не относятся. Так все-таки, когда предприятие, ну, искусственным образом распадается на, так сказать, несколько малых бизнесов просто для того, чтобы не уходить в градацию среднего и не подпадать под другие налоговые условия и так далее, разве это не стоит рассматривать как некую схему ухода от налога? Здесь, разумеется, здесь такие риски тоже присутствуют. Нельзя говорить, что все бизнесмены абсолютно добропорядочные, наверное. Однако здесь следует учитывать еще так называемый фактор размера или фактор масштаба. Как глава государства отметил, доля среднего бизнеса около 6,2%, а в отношении стран ОСР это около 18%. Соответственно, сейчас мы говорим о так называемых относительно незначительных величинах. Однако, опять-таки, президент отметил очень важный фактор, который является, это основные инвестиции идут в крупный сектор, это сектор рентный, так называемый, добычи. И, к сожалению, вот у нас крупнейшее месторождение, так сказать, доля малого содержания составляет всего 5%. И, соответственно, вот, например, скажем, глубокая переработка чего-то, представим, например, создание системы, например, огнезащиты или металлических конструкций, труб и так далее. То есть то, что более, скажем, имеет более высокую добавленную стоимость. И для того, чтобы открыть такой бизнес, уже изначально нужно располагать как минимум производственные базы, станками, то есть это уже изначально так называемый средний бизнес, уже при любых условиях в объемах производства. И, наверное, исходя из позитивистских намерений, скорее, знаете, не наказывать, а поддерживать. Это курс тот, который... Понимаю, согласен, согласен. Хорошо. Хорошо. Далее хотелось бы обратиться к сенатору Шакариму Буктугутову. Итак, на ваш взгляд, вот то, что произвучало в материале, необходимость создания некоего нового общественного договора между предпринимательским сообществом и государством. Каким он может быть, должен быть, какие принципы должны лечь в основу этого нового общественного договора и что он должен дать нам на практике? Спасибо за вопрос. Очень интересный и своевременный, на наш взгляд. Я должен сказать, что в стенах сената, а я являюсь депутатом комитета по экономической политике, инновациям и поддержке малого и среднего бизнеса, пусть с января, но эта работа, которую мы проводили, и вот сегодня мы в послании услышали блестящее послание, на наш взгляд, потому что промышленники из регионов многие годы сами проработали на производствах, знаем не понаслышке работу и в стенах госструктур. Все предложения, касающиеся крупного бизнеса, однозначно своевременные, может быть, даже где-то 2-3 года запоздал и основа всей экономики, и не буду повторяться, АСТОВ, каркас, это, конечно же, промышленность, внутреннюю обрабатывающую промышленность, своевременные меры, которые будут приниматься и по авто-контрактам, и по ослаблению, и по инвесторам от НДПИ и так далее. Все это мы прорабатываем. И как производно от всего этого, однозначно, было, есть и будет вокруг крупного бизнеса всегда сателлитами малый и средний бизнес. Вот что касается взаимоотношений и касаемо вашего вопроса, однозначно здесь, конечно же, конкретные поручения Касанджамар Кемилс дал, во-первых, правительству, Атамикену, Омбудсмену, и весьма жесткие сроки. Я должен сказать, что в отличие от прежних посланий, тут мы видим и цифры, и конкретные сроки, и конкретных исполнителей. Что ляжет в основу вот этого документа, однозначно можно тезисно сказать, это, конечно же, прозрачность. Это мы вот буквально после прямого эфира будем заслушивать в 17 часов разработчиков нового налогового законодательства. Что, как, по каким параметрам по посланию, те наработки, которые были, скажем, даже на протяжении 30 лет, а у нас, я уже сказал, есть опыт, когда мы еще в 90-е годы работали по импорту, замещению, потом это было местный содержать, сейчас кассодержание. Все это, конечно же, постепенно приходит вот к этим результатам, которые мы через месяц увидим, услышим, и, надеюсь, полностью, максимально найдет отражение в этом документе. Но мы бы хотели, чтобы здесь было и, конечно же, отражение нашли, и изменения в госзакупках, потому что очень много лазейки, ни для кого не секрет, и на местах есть большие проблемы. Это вопросы гарантирования офф-тейк контрактов. Это те, скажем, программы, которые очень неплохие, в части именно ДКБ-2025, и совсем, ну, скажем так, вызывающие вопросы программы ЭПВ, как мы на местах называем, экономика простых вещей, она оставляла жевать лучше. И мы с радостью это увидели, поручение правительства, чтобы объединить эти две программы. Все это по вопросам Байтерека, тоже госхолдинг, который, ну, на наш взгляд, и мы заслушивали его у нас на комитете, что он не отражает полной, скажем, такой прозрачности, то есть субъекты среднего бизнеса, которые мы посещали даже за это короткое время, в Северном Казахстане, в Астане, в Западной, вернее, в Мангистауской области, они в односчасти говорят, чтобы получить кредит с госхолдинга, там, Байтерек, это нужно пройти семь кругов АДА. Да, я понимаю. Кстати, кстати, если возможно, если можно, Шахаром Сабарович... Поэтому ждем сами этот документ, в хорошем смысле слова, ждем, рекомендуем, направляем, не соглашаемся, требуем, и все это нашло отражение в послании, чему мы бесконечно рады. Я думаю, что в ближайшее время мы получим, как срок определен в послании 1 сентября, до конца года документ, который максимально должен удовлетворить и малый бизнес, в целом общественности. Спасибо. Спасибо большое. Шакарин Сабарович, еще один вопрос. На ваш взгляд, должен ли бизнес нести ответственность, ну вот, я не знаю, не только моральную, но и материальную какую-то ответственность за те льготы, субсидии и преференции, которые получает в рамках государственной помощи? Я почему спрашиваю, потому что, вот вы сами перечислили, что сначала были механизмы по, государственные механизмы по развитию импортозамещения, потом по развитию местного содержания, сейчас по развитию кассодержания. По сути, это все одно и то же, и все это государственные деньги, которые тратятся на поддержку в том или ином виде. Но мы, прошло 30 лет, мы все еще говорим о том, что обработку надо, так сказать, поднимать, надо развивать и так далее. То есть, ВОЗ, по сути, и поныне там. Однозначно я с вами согласен. Те средства, которые были, пример приводил глава государства, в полтора раза больше субсидий и поддержки государства получили, нежели на обратной основе налоговую. Я вам скажу больше. Мы заслушивали в стенах Сената и счетную палату, и где однозначно, скажем так, по тем долгам госбюджета, которые были за более чем 30-летний период, сегодня даже наши уполномоченные органы не могут понять и найти, условно говоря, концы. А на каких условиях выдавались, насколько это оправдано и насколько это обосновано было? Сегодня доходная часть государственного бюджета 21 миллиард. 25,7%, это обязательства госбюджета по ранее принятым займам, по льготам. И насколько они были обоснованы сегодня, та же госпожа Газунова говорит, расширьте полномочия нашего комитета, за что мы обеими руками голосуем, для того, чтобы не только дочерние компании проверить, но и чатые компании, насколько обоснованы эти займы были, и насколько обоснованы льготы, которые получили те или иные структуры, в том числе в квази государственного сектора, с участием государства в промышленных предприятиях. Поэтому однозначно, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что ответственность бизнеса должна быть обоюдной, движение двухсторонним должно быть, поэтому мы к этому придем, и соответствующие законодательные уже моменты в этом плане вносятся для рассмотрения увеличения полномочий счетного комитета. Спасибо вам огромное, Шахарин Сабырович. Я знаю, что у вас очень загруженный график. Вы уже сейчас сказали, что у вас буквально с минуты на минуту начнется другая встреча. Огромное вам спасибо за то, что уделили часть своего времени и смогли ответить на эти вопросы. Прежде чем продолжить обсуждение и перейти к вопросам налогообложения и финансирования, хотелось бы, вот в подтверждение тому, о чем сейчас шла речь, показать вам, уважаемые телезрители, еще один материал о поддержке предпринимателей в Туркестане. Дело в том, что там почти 1700 человек получили безвозмездные гранты по национальному проекту развития предпринимательства. Для этого из бюджета было направлено порядка двух миллиардов тенге. Предпочтение при выдаче грантов отдается безработным, многодетным и малообеспеченным семьям. Гульдана Ертаева, многодетная мать, которая одна воспитывает своих детей, швейным делом занимается уже 8 лет. В этом году она решила открыть собственное дело. Успешно защитив свой бизнес-проект, получила грант в размере 1 миллиона 380 тысяч тенге. На эти деньги многодетная мама открыла швейный цех и закупила оборудование. В основном шьем, приданное невестам. Это курпе, одеяло. Для малышей мы шьем постель, украшаем их, придаем им разные стили или наносим их имена. Спрос хороший. Стараемся учитывать пожелания каждого клиента. В будущем планирую открыть большой цех, где будет работать много людей. В прошлом году свыше 180 жителей города Кентау получили безвозмездные гранты на открытие бизнеса. В этом году их количество уменьшилось до 90. Сейчас идет реорганизация центров занятости в центре трудовой мобильности. Поэтому гранты на открытие собственного дела мы выдаем поэтапно. В сентябре ожидается заседание комиссии по рассмотрению бизнес-проектов. Квота 46 грантов. Господдержку начинающим предпринимателям оказывают по всей области. С начала года по программе «Дорожная карта бизнеса» и проекту «Экономика простых вещей» одобрено 230 бизнес-идей на почти 4 миллиарда тенге. Вместе с этим порядка 600 человек получили льготные кредиты. Аслан Абуталипов, Жан Дожжимабеков, Ербулат Абишев, Туркестанская область, Хабар 24. Далее мне хотелось бы обратиться к налоговому консультанту Айжан Балакешевой. Госпожа Балакешева, добрый день. Я знаю, что вы хотели озвучить данные из вашего опыта о борьбе с тем, что контракты признаются недействительными. Но сначала хочу у вас вот что поинтересоваться. Может быть, будет немножко абстрактный вопрос, но тем не менее. Вот то фраза, которую сказал глава государства. Необходимо сделать так, чтобы налоги было платить выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами. На ваш взгляд, это вообще задача, скажем так, выполнимая. Может сложиться такая система, такой принцип взаимоотношения государства и предпринимателя, при которых действительно платить честно налоги, это выгоднее, чем не платить и каким-то образом от них увиливать. Да, вы знаете, коллеги, на самом деле это будет сложный механизм, чтобы сделать так, чтобы люди, конечно, платили. Мы все понимаем, что такой человеческий фактор имеет место быть, когда люди пытаются оптимизировать. Я ранее уже многократно говорила, что по сравнению с постсоветским пространством, именно ставки налогообложения. Я сейчас про ставки. У нас самые выгодные в Казахстане. То есть у нас много лет не поднимался НДС, и пусть так и будет, да, хотя ему планируют теперь поставки поднять. Да, кстати, обсуждают сейчас, насколько я знаю, этот вопрос, вариант, во всяком случае, об этом сегодня, по-моему, вице-министр экономики говорил, что обсуждается в правительстве возможность поднятия НДС. Да, но дело в том, что если же поднимается ставка, то и пороги надо поднимать. А то сейчас получается немножко однобоко. Пороги идут на понижение, а ставки идут на повышение. Это не приведет к улучшению. В любом случае пойдут оптимизационные риски, опять же, пойдут администрирование начнет работать, и мы опять придем к тому, что люди начнут уклоняться. 216 статья Уголовного кодекса начнут возбуждать, это эффективная выписка счетов факторов. То есть я хочу сказать, что да, это возможно. И я могу вам сказать, что если даже провести опрос, длинная доля малого и среднего бизнеса готова оплачивать налоги прозрачно. В случае, если, конечно, будет правильный, грамотный механизм. Но после того, что сделано Министерство финансов за последние полтора года, я думаю, что доверие к Минфину полностью потеряно со стороны сектора бизнеса. А о чем вы говорите? Я говорю о количестве исков, поданных по признанию сделать недействительными. Дело в том, что Касым Жемар Кемельевич сказал, что 60% когда суды действительно выносят решение в пользу налогоплательщиков, граждан. Но я так считаю, что Минфин просто недораскрыл все цифры. У меня есть обратная статистика, что 80% налогоплательщиков проиграли в судах по признанию сделать недействительными за полтора года. С января 2022 года, вплоть до первого полугодия, по первое полугодие 2023 года. 80%! Это просто страшная цифра. То есть получается, что в этом смысле, скажем так, доказывать государству свою правоту и что ты честный предприниматель вообще бесполезно и сразу надо лапки вверх и так далее? Да, вы знаете, вот так и есть. И президент сказал, что государственные органы, поступая таким образом, подрывают доверие к инициативе президента. Так и есть. На сегодняшний день я считаю, что Министерство финансов во главе с министром финансов, я не могу сказать, что намерено, но я могу сказать, что для чего дестабилизировать экономику внутри страны? Какая цель? Ну, насколько я знаю, вам все-таки удалось в единичных случаях доказать правоту предпринимателя? Да, буквально в двух словах скажу, что можно назвать мою победу в облсуде, Карагандинском областном суде прецедентом. Почему? Потому что как налоговый риск дополнительно я защитила сделки, 5 сделок за 2019-2020 год. Это при том, что два акта налоговых проверок были завершены в отношении налогоплательщика не в его пользу. Идет перепроверка Министерства финансов, соответственно, также встречный проверок. И при таком раскладе я сумела доказать. Но президент правильно сказал, что вы знаете, почему это произошло? Только потому что та самая тройка судей, в которой была в тот момент, они просто сделали работу налоговых органов. Они провели аудит и камеральный контроль с моим участием на процессах. Мы сделали их работу и благодаря тщательному подходу была восстановлена справедливость. Ну вот очень хотелось бы, чтобы справедливость в наших судах казахстанских торжествовала как можно чаще. Еще один момент, который лично мне кажется тоже несправедливым, это вопрос финансирования. Финансирование реального сектора экономики, я имею ввиду. Это прозвучала мысль еще и в послании. И об этом хотелось бы поговорить с экономистом Нургалин Нурмхамбетовым. Господин Нурмхамбетов, вы специализируетесь как на, ну скажем так, в целом экономических вопросах, так и на более узко, на финансовом секторе. Мысль, которая была высказана в послании о том, что банки неохотно кредитуют бизнес. Малый бизнес, средний бизнес. Насчет крупного не знаю, врать не буду. Там уже, мне кажется, другие несколько все-таки работают подходы и законы. Во-первых, почему? Во-вторых, как это преодолеть? Ведь сейчас получается, что государство стало единственным источником каких-то длинных и дешевых денег для бизнес-проектов. И это, на мой взгляд, неправильно. Если мы живем в рыночной экономике, то все-таки деньги должны работать на бизнес. Ну, тут две вещи есть, на которых надо акцентироваться. Очень высокая базовая процентная ставка, чрезвычайно высокая, по которой просто не выгодно даже просто брать какие-то ипотечные кредиты, не говоря, брать деньги, брать бизнес. В общем-то, да. Второй момент – это очень сильное регулирование банков. Мы страна победившего риск-менеджмента, так я называю. Это с 2008 года началось. Если вы помните, с 2004 по 2008 год банки были очень активные. Да. Тот же банк, центр кредит, хотя, казалось бы, самый консервативный, я помню, очень сильно финансировал, где мы работали. БТА, Коском или Халык, я даже говорить не буду. Да, ну, конечно же, и пострадали, конечно, от этого кризиса очень сильно, вследствие этого, да, поскольку выдавались кредиты. Лишь бы бизнес шел, да, в общем-то, да, получается. После этого, как бы, государство очень сильно испугалось, или, точнее, основные банковские силы перебросились с таким акционерам, которые очень сильно все это ужесточили, да. То есть они не видели в этих банках какую-то главную цель их бизнес-империи. Это как бы вспомогающая, получается, была функция, да, то есть через что ходят обычно какие-то потоки. После появления Каспии, конечно же, дало какой-то новый темп, да, получится. Но все же сам Каспий, да, тоже специализируется на том, что он хочет стать какой-то, скажем так, инфраструктурой. Что-то Амазон, например, да, грубо говоря. То есть он не есть цель, главное, стать ему банком. А может быть ситуацию смогут изменить иностранные банки, которые, вот как глава государства сказал, необходимо пригласить к нам в страну? Да, было бы хорошо, потому что длинные деньги не помешают, да, получается, да. А у иностранных банков как раз и длинные джетовые деньги. Теперь, как это все решать, да. Ключевой момент является в том, что надо снижать нам процентный штаб, причем очень быстро. Инфляция давным-давно уже под 10%, а нацбанк все пытается как-то, не знаю, что там. Ну, он воображает из себя ФРС, да, формируя, в общем, какую-то великую политику глобального масштаба. Я очень позитивно к этому отношусь, то, что как они относятся к процентам доставки, да. Но они опоздали на год. Они должны были уже в январе, когда ФРС начала задуматься о том, чтобы не поднимать не на 0,5, а на 0,25. Я тебе говорю, это ФРС, ну, в общем-то, вы понимаете масштаб, да. А нашим уже падение инфляции пошло до 1% в месяц. Надо было уже бить с 16 на 14, в общем-то, да. Ну, здесь не поспоришь, здесь не поспоришь. Да, мы должны были закончить этот год с 11%, я уверен, да. Поэтому я думаю, что постепенно вот это снижение процентной ставки, да, и дай бог, до середины следующего года. Я думаю, что, надеюсь, к 13, к 12, ну, хотя бы, ну, я бы хотел, чтобы мы пришли к 10, да. А тогда для кредит, кредит для бизнеса будет много на 12, 14, это уже хорошо получается, да. Согласен, согласен, согласен. И второй момент, это ключевой регулирование. Ее надо ослабить. Прямо это надо, ее надо прям им сказать, вы должны ослабить. Как он сказал, объединить две биржи, да, они же никак не могут 10 лет объединиться. Вот то же самое, вы должны, они возьмут на себя такую роль. Понимаю. Это чиновники. Спасибо огромное, Дургаля. Так, итак, мы обрисовали несколько системных, на мой взгляд, проблем, вопросов, которые необходимо решать во взаимоотношениях государства и бизнеса. И, господин Албакиров, с вас начали, предлагают, так сказать, вами и закончить, чтобы вы поставили точку в нашей беседе. Итак, в налоговой сфере необходимы четкие и понятные правила игры. В финансировании необходимы условия, в которых банки начнут все-таки выдавать кредиты. То есть, снижение базовой ставки и, так сказать, упрощение регулирования. Правила, о которых говорил сенатор Буктугутов, предполагают выстраивание между государством и бизнесом не просто, скажем так, подчиненных взаимоотношений, но партнерских. Что еще, на ваш взгляд, как представители реального бизнеса, важно и нужно учесть? Напоследок. Спасибо за вопрос. Ну, наверное, самое основное, это ядро, когда бизнес, это ядро государства. Вот. И основной посыл был то, что нужно декриминализации, я хотел это добавить, что не надо видеть бизнесмене преступника и сразу сажать его в тюрьму либо в СИЗО. Есть такие инструменты, как штраф. То есть, можно сделать штраф со размером тому ущербу, который он нанес. Первое. Второе. Должен быть общественный договор. То есть, есть бизнес, который выполняет свои функции. Все. Это люди, которые каждый день находятся в зоне риска. То есть, нам нужны гарантии, бизнесу нужны гарантии. И эта встреча дала понять, что гарантии будут. Гарантии будут, но и от нас требуется, от нас идут встречных обязательств. Вот. И как переговорщикам в данном вопросе определена национальная плата предприятия АТОМИКЕН, который должен сформировать общее мнение, сказать, сделать отраслевой анализ и направить, подсказать вектор развития. Так что, коллеги, я считаю, что встреча была очень хорошей, честной. Открыто была критика по некоторым вопросам. И мне очень понравился премьер-министр Смаил, который практически во всех вопросах он четко понимает, какие сложности руку держит на пульсе. То есть, в этом плане, он еще подсказал, что несколько площадок и взаимодействия с бизнесом. Это и совет отечественных предпринимателей. Это еженедельный вице-премьер Жамубаев встречается с бизнесом по частным вопросам. То есть, коллеги, все каналы открытощикам, просто собирать эту информацию, собирать аналитику, статистику и говорить на таком уровне, на уровне анализа и текущей ситуации. Замечательно. Самое главное, чтобы это не было на уровне разговоров. Я прошу прощения, господин Убакиров, извините меня, пожалуйста. Но просто уже время закончилось. Увы, оно не безгранично. Кстати, обращаю внимание на то, что и господин Убакиров, и господин Нуртазин оба практически в один голос формулировали необходимость пересмотра отношения государства к экономическим каким-то нарушениям со стороны бизнесменов. Что это должно быть не уголовное наказание, а какие-то другие, более декриминализированные методы воздействия. Спасибо огромное всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар 24. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.